Друзья, привет! Так, ну что? Волна волной, но это волна какая-то набегающая. Мне кажется, за 30 лет все эта волна, уже все волнорезы, которые были, все разрушила. Только больше и больше становится. Как по твоему какому-то ощущению, насколько больше сообщений про коррупцию стало? Или по сути, не знаю, все одинаково, каждый год, каждый месяц одно и то же? Ну, видишь, я же люблю в Володь селить бы мне, но быцем бы прокуратура кажется, что там некий рост есть с поведомлением. Ну, именно это сколько злочинства зарегистровано. Али я докладно не ведаю, коли б не были, там расклад на десятки годов, но там повеличилось и поменьшилось. Ну, там быцем бы, ну, невеличко повеличение, и есть, коли пора нового с попередними годами. Еще видишь, оно интересно получается, что в целом для всей страны нет задачи показывать показатели, чтобы там все падало и падало. То есть, там ни президент, никакие выборы не завязаны на вот этой статистике. Если были бы там очередные президентские выборы, как это, настоящие, или там какие-то парламентские, либо еще что-то, то понятно, что чиновникам было бы интересно показать статистику, вот действительно она падает. А тут, скорее, статистика вся, мне кажется, завязана на каких-то других процессах. Либо это просто в прокуратуру пришел новый чиновник, и он решил показать свою работу, и там начал активнее работать. Либо там в связи с какими-то внешними факторами, внутренними факторами, просто там в этом вот моменте здесь сейчас невыгодно кого-то сажать. Мне кажется, что тоже там ближе к выборам президентским тоже никого особо трогать не будут, чтобы не нервировать этих чиновников. Сейчас вот какая-то такая волна, еще время есть, надо подчистить. Вот, они там чуть-чуть отпустили вожжи. Вот. Но в любом случае у нас тоже, я не знаю, ресурсов не хватает или почему, всегда все коррупционные такие скандалы, дела, интервью, все связаны как-то по отраслям. То есть, если у нас взялись за одну отрасль, то все, это молочное дело, что у нас там, сахарное дело. Ну, будовництво 8 мы еще с тобой записывали, наверное, миновито по будовництву. Да, будовництво. Сейчас вот про транспортную инспекцию тоже и сообщений много, и дела появились. По факту, я не знаю, транспортная инспекция, сейчас поговорим конкретно про транспортников. Мне кажется, это в Витебске такая самая-самая грязная, которая только может быть организация, структура. На ней завязаны все потоки, грузы, которые проходят. Ну и в целом, логистика и транспорт всегда были той отраслью, которая не может обойтись без каких-то грязных денег. И вот Витебск не исключение, как по мне, а может даже не то, что не исключение, а скорее даже наоборот. Это тот регион, который только способствует нелегальному вот этому перемещению грузов. До последнего времени даже на латвийской, латвийская, часть литовской границы даже как такового забора никого не было. То есть вот граница с Евросоюзом, граница между Евросоюзом всем, там страны НАТО, про что мы говорим, и по сути там до Афганистана до какого. Все, вот вся граница это вот Беларусь, на которую, на обустройство границы постоянно Евросоюз тратил огромные деньги. И даже не на обустройство, а перечислял Беларусь. То есть Беларусь занималась обустройством границы. И все это только за деньги Евросоюза всегда делалось. Вот, но, а тут такой, со стороны Беларуси деньги-то тратили-тратили, а по факту обеспечивали они эту безопасность, не обеспечивали. Такой большой вопрос. И это тоже там большой кусок вот этой коррупционной составляющей. Вопрос, наверное, именно если говорить про обустройство границ, наверное, мы об этом, мне кажется, о чем, о чем, об этом, наверное, никогда мы уже не узнаем. Это те взятки, которые будут скрывать до последнего. Если транспортников, то сейчас вот будут трясти показывать, кто брал, где брал. А по обустройству границы, то есть там, скорее всего, все максимально заинтересованы, чтобы эта информация никуда не вылезла. А если она и вылазит, тоже на что обратим внимание. Смотри, сколько, как часто посадки проходят чиновников. И там брал взятку бутылка водки. То есть там министр лесной промышленности, то есть огромный дядька, взятка бутылку водки взял. То есть, ну это же как бы несерьезно уже. Вот, поэтому давай начнем туда по транспортникам. Транспортники Витебской области, про что еще раз говорим. То есть Витебская область однозначно такая, очень-очень вкусный регион для всех нелегальных поставок, транспортировок, грузов. Это с учетом новых санкций и в Беларуси, и в России, то это там какие-то подсанкционные товары. Ну и заканчивая там какими-то, не знаю, наркотики, можно говорить нам слово или нет? Будем говорить эти пряности. Это шелковый путь был 2000 лет назад, пряности возили, да, и вот сейчас у нас такие же пряности транспортируют. И почему не через Витебскую область? Расскажи, Дим, что ты читал, что ты видел по транспортникам? Ну, введомо не так шмат, введомо, что, ну, хотя справа, ну, мусить быть и гучной, но, ну, даже СМИ ее, ну, не подхватили, ничего не поведомляют, но так, ну, покрыто некой доемницей все эти факты. Ведомо, что есть одна справа, и она точится, одразу 11 человек, як минавито з большага журналисты поглядели, там, ци 6-7 имену, ну, з гэтых 11, уже докладно ведомо, что гэта сапасовники транспортной инспекции в Витебской. И там есть як широкого специалисты, там, ведучая, таки, наводкировники, там, начальник, гэта, ягонамесник, но тубоку, ось, 11 человек, их судить минавито за то, што хабар брали, и гэта, ось, обываеца, ну, прамо зараз, в гэта дни, ты дни. Ось, икшим фабула, виновача, не ведома, ось, ну, и, што там, будзе павынеку так само, ну, ци даведаемси, ну, был добра, калеб даведалес, але, ну, може так стацца, што не даведаемси. Ну, а не той, што 11 человек одразу судить, ну, это редкость для в области, але в области, так это отбуваеца прамо зараз. Слушай, а може ты фамилии зачитать тогда уже, раз мы тут собрались? Это ж, в принципе, откройта информация. Так, 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 можно зачитать, зачитай. Зачитай. Так, а у меня не перед глазами. Ну, добра, зараз глянем. Потому что, опять, это все фамилии объединены в одно дело, очевидно, что там как работники транспортной инспекции, так какие-то наверняка представители бизнеса. Вот, не удивлю, что... Ну, ось, Павел Матюш, но я могу его прозвище, правда, на диск неверно называть, але, ну, я пойду, Сергей Клименко, Игорь Краснобаев, Олег Кошельков, Дмитрий Кроходко, Александр Бабарико, Александр Чугунов, Олег Котев, Дмитрий Тхорев, Вадим Никонов, Анатолий Дубинский. Вот, вот, Андрей Чугунов, на кульке я памятую, это наместник начальника из оригинального отдела контроля на платных дорогах в Витебск. Ну, то бог, ось, это як широковые сопрацовники, ну, то их, кто на дорогах и працует, так и, ну, керунники. Мне всегда, меня удивляет, как все, начиная от, там, каких-то чиновников, которые задержаниями занимаются, так и просто какие-то зрители, слушатели госканалов удивляются, как так могло произойти, как вот, как вот произошла такая, во-первых, как могло такое произойти, как допустили, потом, какие хорошие молодцы милиционеры, что задержали, нашли. Ну, то есть, мне кажется, тут вообще дураком надо быть, чтобы не понять, насколько системный характер носят вот эти все преступления. Начиная от того, что задерживают этих товарищей, то есть, вот прям вся линейка, вот, вот, как ты говоришь, человек, который стоит на улице, до замначальника, а что до замначальника, когда у тебя снизу 10 человек коррупционеры, что, начальник не такой? Ну, это же, как бы, очевиднейшим образом, все, все видно. А более того, тут же, знаешь, тоже, уже как анекдоты, когда эти белорусские креветки, что у нас там, белорусские бананы, ну, откуда они берутся? Ну, то есть, изначально предусмотрена, вся система таким образом выстроена, что возможны поставки любой техники. Что у нас там уже запчасти на Мерседес начали, этот Витебский завод тракторных запчастей, наверное, уже начал эти запчасти на иномарки выпускать, которые сегодня подсенсионные в Россию. Откуда все берется? Мы можем быть. Да, да. Откуда все берется? Вот отсюда и берется. И это годами. То есть, мы говорим про 30 лет борьбы с коррупцией. Я недавно посмотрел, вспомнил, лет 10, наверное, назад, может, даже 15 лет назад. То есть, там по Брестской пограничной группе, по Гродненской пограничной группе, то есть, там вплоть до начальников частей задерживали, как она, не часть, ну, погранотрядов. КГБшников сколько задерживали, которые непосредственно там отвечают за госграницу. И прям высшее-высшее руководство. Ну, то есть, высшее-высшее. Очевидно, что все прекрасно знают о процессах происходящих. И вопрос, почему это сейчас задержание происходит, почему это раньше, опять же, почему, на ком это закончится. То есть, ну, задержали вот замначальника транспортной инспекции, а выше остальные, что знали, об этом не знали. И тоже такие совпадения, вот про что всегда хочется сказать. В Брестской области, еще раз повторюсь, она вот на вот этом пути транспортном, логистическом, занимает очень выгодное положение. Начиная с того, что границы, как таковой, никогда не было. Вот я про что говорю, Литва, Латвия, граница с НАТО, с Евросоюзом, то есть, забора не было никогда. Просто по лесу идешь, 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 и зашел, все, Литва. То есть, никогда никакого забора даже не было. Сейчас только что-то начинает появляться. Ну, как бы появляться начинает, а какая разница? Все равно и погранпереходы, которые контролируются вот теми же самыми транспортной инспекцией, пограничниками, КГБшниками. КГБшники, что там не вылазят с этой границы. Вот. И я про совпадения. Все, сколько у нас высших этих должностных лиц в Беларуси? Как по мне, три человека и три из трех из Витебска, из Витебской области. Три из трех. Вот как такие совпадения вообще возможны? Как ты думаешь? Ну... Ни на что не намекаем. Ни на что не намекаем. Нет, это выполнится сперша. Три из трех. Ну, намок чем я допускаю, что же это так и есть? Ну, в смысле выполнится? Ну, три из трех. То есть, ну, а кто? У нас в НС новый орган появился. Ну, достаточно, вроде бы, как бы полномочия большие. У нас первый, первый после Лукашенко это Косинец. И парламент. Парламент что вверх, что низ Сергеенко и Качанова. Ну да, на Ваповодске нас это поставили вежу. Ну, так. И, как бы, можно, знаешь, можно сказать, что вроде бы там этот министерство какое-то еще имеет уплыв, да, но фактически это такой орган, он, во-первых, там всегда были марионеточные абсолютно эти чиновники, которые приходят, как котят, в эти тряпки носом тыкали по поводу и без повода. То есть, ну, это никто, это не чиновники. И более того, то есть формально, понятно, что эти законы никто не соблюдает, но формально даже там назначение премьер-министра согласовывается парламентом. Хотя бы по нормам. То есть, фактически вот три из трех, кто выше еще? Все, парламент, Косинец, все три чиновника из Витебска. Как так получилось вообще, я не знаю. Как вот Витебск кует кадры? Какие, какие учебные заведения куют такие кадры? Это Витебская сельская господарская академия. Не, ветеринарная медицина, так, не сельская господарская. Да. Вот, поэтому, ну, не знаю, что сделало такого, чтобы все-таки все обращали внимание и пытались задумываться, какие-то выводы делать из всех этих задержаний, к чему приведет. Вот, когда, ну, знаешь, когда вот эта повальная коррупция, которая никак не останавливается, с ней борется-борется, а она только больше становится этих... Сколько? 11 человек посадили, а сколько их? На их место придет 20 новых. И проблема же не в самой коррупции. Ну, что, по-моему, износить эти 20 новых, я поглядел в это люди с великим стажем, но, то, бог, новины про их были там 10 годов тому, ну, но, ну, вот, минавито вот в этой фигуранты, ну, чё и прозвише, como мы зараз агучили, Ну то бог это люди, которые по 10-20 годов в инспекции працавали, а за место их пройдут снутые молодые, которых еще нет ни в опыту, ни в чём. Но мне это все-таки издевление так возникает, но я разумею, что тут вообще некая политическая воля, но почему именно сейчас их взяли? Неужели они не ведали, что они занимаются этим тягом родового, но я думаю, что ведали, но некая политическая воля, что давайте вот зараз займемся им. Ну причины, еще раз, если к причинам возвращаться, то причины какие могут быть? Если о коррупции знают от самого низа до самого верха, причем знают, понимаешь, это задержали рядового человека, который стоит на дороге, естественно, все коллеги, все абсолютно знают, каким образом происходит вот эта транспортировка незаконных грузов. Ну переделал сферу влияния, то есть пришли какие-то люди, которые захотели зарабатывать больше, там один вариант. Второй вариант, вопрос, какие грузы, насколько они стратегически важные, прошел форум регионов, в теории могли и на форум регионов что-нибудь зацепить такое. Вполне возможно, что какие-то грузы контролируют вообще и в России, и не всегда это же, даже не то, что не всегда, это скорее не про бизнес, не про каких-то там как-то недобросовестных предпринимателей, но это все-таки скорее какой-то силовой блок контролирует. Вот, и кто там с кем что поделил, что не поделил, ну большой вопрос. Вот приехали на форум регионов, ну хоть надо же хоть какую-то пользу извлечь. Лукашенко не приехал, ничего хорошего и не смог предложить россиянам, вот они решили хотя бы дорогу отжать. Ну, целиком верогодно, что от Минавида так и было, что 10 некие силовики, там, в минуте одного основного Зинши нечто не поделили, и тому это 11 человек стали охвярой, ну вот Минавида, такого перодел. А крайними просто транспортников обычно сделали. То есть, ну очевидно, что этот незаконный груз через государственную границу идет, ну явно не вот какой-то рядовой на дороге товарищ контролирует. Явно все куда выше. Вот, не поделили выше, а транспортников крайними сделали. Ну так. А людей тоже, ты говоришь, откуда людей найдут? Вот, у нас же налаженная схема, тоже вот здесь, кузница кадров. Про транспорт тоже, если возвращаться, я сейчас вспомнил, хотел сказать про министра сельского, ой, это сельского хозяйства, лесной промышленности. Дрожжа был такой товарищ, которого посадили. Так что, ему 7,5 лет дали, пока сидел там ему год по какой-то акции еще, не знаю, там, купи два бургера, третий в подарок, не знаю, короче, по какой-то акции год скостили. А по факту выпустили, что там, через полтора года выпустили уже. Да, я на Николе сидел. У нас таких амнистий не бывает, как его уже выпустили. Выпустили и обратно пошел работать. Где он там сейчас? Вроде бы где-то я... Кто что говорит? Кто в Беловежской пуще, говорит, работает? Кто еще где-то? То есть, спокойно по лесу уходит, гуляет себе на границе, попрошу заметить. Вот. И... А про лес, чего я вспомнил, те же самые транспортники, сколько было, ходило по... И они же сами сливали эту информацию. То есть, там все равно какие-то, наверное, товарищи, не знаю, как это сказать, ответственные, неответственные. Они, может быть, просто обиженные, но сливали информацию по документам, как часто транспортируется лес совсем без любых документов. Потому что, опять же, почему так происходит? Потому что вырубка идет в таком огромном количестве, который невозможно просто проводить официально. Откуда-то сверху из Минска приходит команда вырубить, там, не знаю, 20 лесовозов, 3 состава железнодорожных леса. Он вырубается без всяких документов, соответственно, и транспортируется без документов, соответственно, и продается без документов. Вот и все. И транспортники точно так же в этих во всех схемах были повязаны. Ну, а документов таких сливалось немало. Периодически тоже находили каких-то козлов отпущения в виде непосредственно тех, кто в лесу отгружал машину. Ну, и тоже фактически, то есть, ты понимаешь, вся цепочка, все знают. То есть, лесник, который там, не знаю, просто, который лес рубит, он же тоже видит, что у него нет документов на вырубку. Транспортирует, который, то есть, водитель просто этого лесовоза, он видит, что у него в документах написано не то, что он везет. Транспортник на дороге, то есть, все, все все знают. И всех все устраивает. Я даже, знаешь, расскажу историю, которую еще там, этот, до ковидные времена знал. Логистические компании, которые занимались транспортировкой из Китая грузов, ну, то есть, проблема же всегда, логистика, она такая вот, возвращаясь к этому шелковому пути. И из Китая в Европу каким-то образом грузы передавать надо, ну, и Европа, Европа, и Беларусь, в частности. Всегда проблема, достаточно долго идут грузы, я не знаю, тут вроде бы эту железную дорогу пытаются покорить, никак не покорят. Вот. А вся доставка контейнерами, ну, она там может и несколько месяцев занимать. В итоге, что в России, в России прям, я не знаю, как это рассказать, чтобы это было всем понятно, насколько общедоступна была эта информация. То есть, чуть ли не на сайтах было расписано, как МЧС своими грузовыми бортами из Китая возит груз без всяких растаможек, без ничего, садится на военный аэродром. Ну, они там базируются на каком-то военном подмосковном аэродроме. То есть, все, китайцы загружают в этот МЧСовский борт, МЧСовский борт приезжает, ты с этого аэродрома военного забираешь свои грузы. И это не то, что там надо суперзнакомые каких-то иметь. Нифига, ты вот себе на Алиэкспрессе можешь заказать что-то сильно. Ну, Алиэкспресс, я, конечно, уже шучу, но по сути, абсолютно любой предприниматель, который покупает в Китае что-то, он знал, что такой вот способ доставки грузов существует. Вот, ну, блин, ну как вообще так вот может все это существовать, настолько все открыто. И это в Россию МЧС возило, понятно, что, наверное, все-таки наши МЧСовцы до такого, не то, что не додумались, я не знаю, почему в Беларуси вообще, как ты думаешь, МЧС своими бортами Беларусь не возит? Все-таки это еще слишком нагло для системы. Ну, да, да, я еще, ну, требуем полномосцы такие иметь, я еще не могу, на стольки. Или в России там МЧС структура, она более приближенная к этому, к верху, а у нас МЧС это, как мы говорим, очередной шнырь в министерстве, в кабинете министров. То есть министры у нас, по сути, никто. Окей, давай тогда попробуем. По транспортникам в целом все понятно, вся отрасль коррумпирована, я не знаю. Если друзья, знакомые работают, пять раз подумайте, прежде чем с человеком связываться. А то, может, что-нибудь нехорошего посоветовать. И такие же истории прошлись по новостям по молочке. Да, то же самое. Последних, сколько тут, история последних месяцев. Явно молочка не связана с форумом регионов. Ну, хотя тоже как посмотреть. Мы сколько про молочку точно так же говорим. Тут союзно-несоюзное государство, все равно это два разные государства. Беларусь, Россия, два разные государства, у которого свои нормы, законы. Все равно это граница, транспортировка грузов, она все равно со всеми налогами, НДСами, с кучей, кучей, кучей геморроя. Вот. И за все это поплатился, как минимум, мне максимально жалко брелло. Я не знаю. Никого не жалко. Брелло максимально жалко. И такой адекватный дядька был и попал под раздачу. Но я думаю, что не исключение, как и все, выйдет. По нему же еще даже, наверное, никого не было. Суда еще не было даже, да? Ну, на углу ничего не ведомо. Но те ведутся некие слегшие мероприемства. Те, что на том, если заработать, это же и КДБ им занялось. Ну, да, там так само все справа покрыто таямницей и неведомо. Ну, те, да, да им все. Ну, не действом всплыве, а ли, каким, поглядим, станем. Так, давай тогда к брелло вернемся из актуального. Кто у нас задержан по коррупции, по молочке за последние месяцы? Ну, да, за полгода, то, что мне ведомо, это судили головного механика Софии Киполоцкой. Ну, там справа простая, там откаты на запчастках для пневмообстолевания. Ну, там такое. А вот еще два уже таки больше системных выпадка. Это два начальники отдела сбыта. Это Улепельки и так само Софийки. Две женщины. И они, ну, так само откаты. Мы с кем-то там домоглялись, что первую очередь будут минавиты гэтым коммерциейным организациям свою молочку отдавать. Ну, и там за некие гроши. Ну, не то, что там их с усим некие тяжкие просуды, как комусь ци умовный термин дали, комусь ци здаются домашнюю химию, хатнюю химию. Але, ну, стратили свои посады и штрафы, отрымали веолизны. Ну, вот такое. Ну, это уже такой системный характер, но, именно это начальники сбыта. Але, я думаю, что это так само, ну, именно это схематозы, что им не дают, то есть и забороняют за российцами, там, гонливать те на двороть, дают некую квоту, что вы можете, там, ну, не на это столько продукции, там, на Россию отправить. Ну, там, ну, вот, и они не в этих обмежеванных обстоянах спробуют не что-то робить, ну, и вот это набывая злочинный характер. Ну, те злочинные, ну, там, может, там и не маньяка злочинства, мы же эту фабулу справа так само, но там подребязно не ведаем. Ведаем, что иные отрымали некие гроши за то, что там, какогостью, першую черву обслуговывали. Але эти, ну, есть в этом состав злочинства. Ну, не годом. Ну, да, и в отличие от транспортников, это все-таки хозяйственная деятельность предприятия. То есть предприятия, по сути, должны заниматься хозяйственной деятельностью, получать прибыль. А у нас часто во всем мире это хозяйственная деятельность, а у нас злочинство. Продали дешево преступление, продали дорого преступление, там, на складе много продукции преступления, и все, посади, посади, посади. А я, знаешь, еще вспомнил интересную, как это, причину, по которым дают взятки. Во-первых, здесь вот, как ты сказал, действительно, то есть очень часто бывает такое, что и какие-то квоты, то есть предприятие, в принципе, не может продавать, нет возможности продавать, либо по тем ценам, по которым у нее готовы покупать. То есть, ну, на рынке сложилась такая ситуация, по которой предприятие работать не может. Ее просто некоторых сотрудников вынуждают. Даже не взятки. Ну, слушай, ну, бутылка водки – это не взятка. И практически у всех же так. То есть, те суммы, про которые там речь идет, ну, это не про взятку. Это еще, смотри, чтобы там за уши не притянуты были какие-то деньги, которые, как мы про лесхозы тоже раньше говорили. Что там взятка? Взятка топлива сливал. А топливо сливал для того, чтобы самому по работе ездить по лесу, потому что у него не служебной машины, нету ничего, на своей машине ездил. А где-то в Льозно был, или где тоже товарищ за свои деньги ремонтировал технику, да? То есть, за свои деньги ремонтировал технику, потом что? Факт преступления был в чем? Ну, то, что он часку... Не, ну, не, он так само ци палева зливал и потом продавал и за гэтая гроша ремонтировал технику. Ну, и часку быцем бы гэтая гроша себе покинул, але там большу часку он все ж таки на ремонт. Ну, его судили, але так само ему шмат не дали. Молодой хлопец, и он только ось кончил учельню и стал заведующим механичным двором там у Колгаси в Льозненске. Ну, так и там же на момент суда было такое, что он ущерба причинил меньше, чем предприятие ему должно. Да, и еще было винное ему предприемство, да, в РОШе. Ну, да. Ну, то есть офигенно он... А, так вот я к чему не договорил еще. Еще нормальная практика, у нас берут взятки, знаешь, за что? Эти госпредприятия, чиновники на предприятиях, они бизнес-частники дают деньги какому-то госпредприятию за то, чтобы с ним рассчитались вовремя. Либо, наоборот, предприятие не рассчитывается, не рассчитывается, бизнес дает взятку директору, чтобы тот рассчитался по договору. Ну, это... Я не знаю, вообще, в какой стране еще такое возможно? Ну, схематозы, да. Ну, вот такие схематозы, мне, кажется, в будущих были, вот то, что мы говорили... Да, в будущих строительных, больше всего. Ну, все... У всех эти операции ну, мы можем и не ведать. И навыц ты, кто гэта АБЭП, ну, кто гэтым займамся, он так само про гэты может и не рассказать. А там, вось, да, именно такие схематозы могли бы быть. Ну, и к молочке, если возвращаться, к Брылу, в частности, точно так же. Там... там больше 10 человек, больше 10 человек задержали. Это, если не про Витебс говорить, а в целом, про там, министерство, что там, бабушкина крынка, директора, то есть, там куча-куча людей задержали. И там тоже, в том числе, были взятки за то, чтобы с частниками рассчитались по договорам, по уже заключенным. То есть, там даже пускай они честно все заключались, договора, но хотя бы, чтобы рассчитывались. Вот. Плюс те же самые поставки в Россию, якобы по заниженным ценам. Это что значит, по заниженным, настолько все субъективно, на то он и рынок, чтобы регулировать. Как могут быть цены занижены, если склады завалены? То есть, раз завалены, значит, никто не покупает. Совсем недавно были новости, там на полмиллиона, не помню, на каком-то предприятии лежит продукция, молочная продукция. Ну, сколько это молоко будет лежать? И, ну, надо сбывать. Сбывать, естественно, Брлок, министр, я уверен, что действительно входил в положение и пытался регулировать, насколько это возможно. Даже если и брал взятки, то настолько эта все система сама по себе сформирована таким образом, что вынуждает просто человека брать взятки. Другой момент, я еще, знаешь, тоже часто спорю, кто нас тут досмотрит до конца, не досмотрит, с тобой можем вдвоем подискутировать. Я очень часто спрашиваю, насколько вообще у таких чиновников должны быть большие зарплаты. Как в моем понимании, тоже, знаешь, тут госпропаганда вся сработала таким образом сегодня, что у кого не спроси, все практически считают, считают, что это слуги, которые должны получать там чуть ли не, если и больше рядовых работников, то ненамного. Но фактически тот уровень ответственности, который лежит на руководителе, ну он же не сопоставим там с обычным работником. И уровень, то есть и он работать должен за что-то. А когда у них зарплаты совершенно никакущие, ну, как бы, знаешь, это тоже, это, конечно, может быть и не оправдывает, я скорее сейчас не про человека, а в целом про систему, которая сама по себе толкает человека на взятки. То есть он положил жизнь на предприятие, он рискует, он унижается, его там постоянно тыкают в этот мордой во все там грязные места его предприятия, в один момент могут снять, когда у нас снимали, хоть раз каких-то этих чиновников снимают по договорам, по трудовым, в один день. Приезжают, снимают, все, иди гуляй. Ну, кому это хочется, кому это нравится. И, соответственно, просто вынуждают на те же самые взятки. С другой стороны, если со стороны там поставить себя на место чиновников, я уверен, что, ну не то, что уверен, сто процентов все-таки, как они, по судебным этим делам говорят о тех ущербе, которым нанесен, там о сумме взяток, то есть там, ну реально же, бутылка водки. То есть про министра сельского, что мне все сельского, лесной промышленности. Да, то есть там наверняка все-таки не бутылка водки, там, наверное, это бутылка водки решили только показать, а все-таки все остальное там больше. Но куча других чиновников, которые там мелких, я не думаю, что там кто-то заинтересован скрывать. И действительно бывает такое, что там совсем-совсем маленькие суммы, и я не знаю, когда настолько в стране вот это вот, как красная тряпка все эти взятки для губопиков, кто там, милиции, КГБшников, чем руководствуются чиновники, когда берут эти деньги, я не знаю. Как ты думаешь, что у них вообще в головах? Да, да, думаю, что про них все, и все. И они ведают, что, ну, у себя берешь, ну, что там, там, в оконками, ну, кожный, там, супраструкторник там отдела, знаю, ведает, что в соседнем отделе так само берут хаборы и так далее. И тому они, ну, думают, что, ну, не дойдет справа до меня, но летит, и дойдет, о пошли, чергу, когда я уже на пенсии буду и так далее. Ну, не дойдет, либо у меня еще второй, может быть, вариант, знаешь, там на суде кто-то было, прям, видео было, там, я ж свой, я ж свой, и как, в общем, меня можно сажать. И здесь я свой, я всегда вспоминаю начальника отдела образования в Витебске Первомайского района. То есть отдел образования, мы всегда говорим, это вот те товарищи, которые в 2020 году были прям, ну, свои-свои. Все, ну, и Первомайского района, ну, это как бы, ну, нифига себе, достаточно большое количество избирательных участков было в его подчинении, вот, начальник этого отдела образования. В итоге, вот, свой-свой посадили, и там то же самое, там, по-моему, даже не деньги. Я, насколько помню, мне кажется, там что-то, либо кухню ему подарили, то есть там, бесплатно домой этот мебель поставили, то есть, и сумма там была, что-то там, тысяча долларов, две тысячи долларов, что-то типа такого. Ну, так, я думаю, что в Восе, я ж был на усих шестях, там, за батьком, у меня есть индульенция, я уже, ну, все, мне агалибе, а до усих злачинств, ну, обвинувачен, я ж, ну, там, я пел гимн 54 разы, я трымал усе стяжки, там, и пранал усе мерчы, там, за першек, и так далее. Ну, 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 то есть, что меня теперь, это, усе за кидает. Ну, а по факту, как показывает практика, что вообще нету ни своих, ни в целом система расправляется со всеми так, как считает нужным. Абсолютно никого не беречь, не хочет и не будет это делать. Тоже возвращаюсь к этому, министру лесной промышленности. А тоже, видишь, понимаешь, что же, смотри, еще следующая мотивация, его посадили, там, через год он вышел. И это же практика по многим таким вот чиновникам. Ну, и соответственно, они тоже не так сильно боятся. Тоже одна из мотиваций, может быть. Там, во-первых, в тех, кто-то сидит, ну, не то, чтобы весь термин, а ли, ну, шмат сидит. уже есть, по-правному, колония, миновита для шиновников. А ли, так, вот, ну, та же Ганна, и, ну, это, не шмат отсидели, да, а вот другие, и там, типа, амнисти, и ты, и шинек выходили. Ну, а Ганна, по-моему, вышла не по амнистии, по-моему, Ганну, блин, а как это с ней было? А мне кажется, что там прям сказали, что и невиновна. Просто, можно, оправдали, можно оправдать. Да, типа там, извините, все, и она дальше, а Лукашенко ж ни при чем? То есть, она что с ним сейчас встречается? Это ж не он, это КГБшники что-то напутали. Ну. Он-то точно тут ни при чем. А еще, может, еще и грешным делом, может, думает, что и сама виновата. На самом деле, вот я такая, раз такая, брала, тоже раз уже про нее вспомнили, в чем же суть была? В том, что она закупала качественные, что там, корма для, курить для своих, потом лекарства, по-моему, ну, то есть, что-то закупала качественное, но за границей, вместо того, чтобы закупать свое в Беларуси. А свое в Беларуси, ну, кому оно надо? Там, куры, они ж не дурные, что они будут есть эту ерунду. И по молочке то же самое, вот если к молочке, опять же, возвращаться, то же самое все говорят, что проблема всех этих там молочных войн с Россией, понятно, что периодически политически, но в большинстве случаев действительно продукция не соответствует по качеству. И Россия просто ее тупо не пропускает именно по санитарным нормам. Они проходят по качеству, потому что вот отсюда то же самое. Коровы едят ерунду, лечатся не тем, чем надо, ну, и на выходе молоко непонятно какого качества. Вот и все. И это тоже, знаешь, Европы нам не надо, Россия, наши лучшие друзья, братья, я всегда про эти, не знаю, как у тебя, для меня было удивлено. Опять же, смотри, видишь, вроде бы все это знаешь, про это всегда говоришь, там качество плохое, Россия там действительно, где-то там даже белорусские стандарты ниже российских по многим позициям. А меня удивило, когда во время ковида, во время ковида, там же было куча проблем по продуктам, по фруктам, по овощам, были вот эти логистические проблемы, в какую-то страну можно было завозить, в какую-то нельзя. В итоге получилось, что бананы из Африки нельзя было в Европу завозить, точнее, не так было. Это белорусский, у нас избыток какой-то произошел почему-то. Те бананы, которые должны были поставляться в Беларусь, решили поставлять в Европу, а в Европу просто такого качества продукции нельзя поставлять. И вот и все. Что за нормы за стандарты должны быть, что даже там тупо бананы. Вот в Беларуси можно кушать, а в Европе даже есть такие бананы нельзя. Так хотя бы свиньям эти бананы брали бы, так даже свиньям нельзя. Понимаешь, все, а Беларуси пускай едят. И под одной и той же вывеской получается с одними и тем же наклейками продукция делается разного совершенно качества. И это же тоже такая история, которая всегда была. В Польшу чего на закупы ездят? Те же самые продукты часто покупают, везут, но на разных предприятиях сделанные. Ну ладно, мы уже немножко в сторону ушли. Что, какие у тебя мысли? Когда закончится Хаббар? Ну, новостяка, да, связанная это с новым электральным циклом, тени. мы будем сообщить, потому что прокуратура справляется, что 104 злочинства с початка года, ну, запах воды, но лечка довольно высокая. Но как будет развиваться, побачу. я еще, наверное, знаю, что еще отмечу. Мне кажется, тоже такого не было, что-то сейчас вот спохватились. Достаточно много прошло совещаний по противодействию коррупции в областполкоме, прокуратура вот отчитывалась, она, это у нее стандартная какая-то процедура или нет. Потом по телеграм-каналам провластным пошли сообщения, что-нибудь там какой-то встреча, форум, это одно окно по противодействию коррупции. Там смешанная эта акция, конкурсы, яке они объявили на конт социальной рекламы на сопротив коррупции. так это мне на углу так выкликаю смешку. Ну, что они там дали молоде, там я читал это новое удел конкурсе от 10 годов до 20 до 25 там уделники. Ну, ты бог там хлопчок 10 годов уявляет, что такое коррупция и как к этому супразильничать, как я мне что намалевал. Какая вероятность, что за первое место в конкурсе параллельно еще прилетит каких-нибудь 15 суток административного ареста. Может наши записи подать на этот конкурс, как ты думаешь? Ну, там же рыба на баннер, я так уявляю, да. Ну, я не специалист в баннерной рекламе, но хотя могли бы что-то набросать, конечно. Во-первых, мне один тот вот этот совпадение, все совпадения не случайны, я вот этот три из трех высших руководителя государством находятся из Витебской области, прям по мне такой вот можно тоже какой-нибудь баннер сделать. Ну, окей, раз все взялись за борьбу, вот и мы какой-то свой вклад, я думаю, внесли в это дело, посмотрим, как дальше будут развиваться события, и я думаю, что точно не последний раз мы на эту тему еще разговариваем. Все, спасибо, Дим. Дякую за разницу, да, добрый. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok